дорогие друзья с вами канал живой вопрос никак не мог пройти мимо стенда кизляр супрем приветствую друзья но буквально меньше месяца назад в новосибирске мы уже виделись и в общем то основные новинки я доложил но кое-что есть и конечно же есть вопросы сверху начнем давай с вопросов на живой вопрос и конечно же первое когда гусар в продаже чуть-чуть мы не успели гусар сделать на эту выставку но уже я думаю что в июле он будет вот чтобы было понятно о чем мы говорим нож гусар сталь vg10 крио соответственно очень классный десишничек такой очень классная новиночка я думаю что в июле он уже будет нужно там на финальных стадиях first run будет обязательно 500 штук все стран 500 раньше по моему было чуть меньше 200 кажется было объемы растут обычно 200 не хватает люди потом обижаются что популярные модели вы выпускаете малыми партиями все страна всем хочется но я по нему вектор был первый first run там тоже было 500 штук гусары тоже сделаем 500 штук стран по даму идею надо first run second encounter вот чтобы была вторая партия тоже там понимаешь идея стран в том что он никогда не повторится если будет что-нибудь second cert и так далее это все уже не то это должно быть один раз веха в создании модели первые ножи и дальше все либо знаешь вот у вас вроде 10 лет недавно был вот какая-нибудь дата должна быть знаешь такая как у бака помнишь 50 лет как раз таки на зубе у бойца 10 лет у нас была там определенная тема мы делали различные акции делали там небольшое празднование но в этом году мы или видочку сделаем обязательно тоже спойлерю не 10 лет но в этом году мы подготовим лимит вот так дорогие друзья дорогие фанаты обязательно ловите момент потому что знаю поклонников много поклонники любят ваши ножи продолжу вопроса футболка с розовым вектором идея прижилась или нет футболка с розовым вектором да но у нет и розовый вектор пока тоже нет ну про розовый вектор я просто помню ответ да что я понимаю это было для троллинга вот раньше было виктор директор теперь где розовый вектор не пока розовый вектор нет причем очень серьезные люди тоже попросили можно можно ну там вы понимаем там маркетинг все дела но у нас эти ножи работают как бы вы бы не хотели я ну вот то есть это эта тема даже там обсуждается как но наверное вот скажу честно у меня внутренний протест потому что но я знаю кто пользуется этими ножами я не хочу из этого делать розовый вектор мне кажется так в виктор просыпается однажды утром а вежливые люди такие в комнате спрашивать виктор а где собственно розовый вектор тогда делать придется мне кажется твои фантазии это твои фантазии и володя давай не будем их интерпретить этот экстраполировать на нашу реальность ну ладно ладно немного юмора не помешает вообще расскажи как тебе эта выставка отлично отлично нет конечно народу мало организация хромает все дела поверни туда ну поверни туда да нет и хромает нормально вон кофе пьет на самом деле это шутка была просто миша подошел я не мог его не постигнуть конечно тоже есть вопросы володя же спросил только сейчас отлично выставка шикарная даже на удивление погода хорошая и все равно люди приходят очень конкретно люди говорят вот мне нужно вот это вот это вот это то есть у нас прям как это очень конкретная в плане продаж выставку ну и на самом деле очень душевно люди подходят прям ну приятно да вы огонь совсем как будто вы соскучились по выставке очень камерная выставка а я честно говоря честно говоря думаю что не маловато ли это помещение потому что для летние самое то а для зимние выставки миша уже подготовил побольше так уже интересно я надеюсь миша не убежит далеко и мы тоже допросим чуть-чуть на охте там где уже было красноармейская площадь только помещение побольше понятно дальше вопросы вектор это все еще топ вектор он было остается бестселлером неким но действительно одним из лидирующих по продажам ножей но я могу сказать что я этому безумно рад что не только в него люди упираются очень популярные компаньера очень популярные форестеры очень популярные байкеры да и складников очень кстати люди с огромным удовольствием берут ножевую аптечку да то есть вот она наверное один из бестселлеров может потому что я давно не было сити хантеры очень продаваемые ножи стримы очень продаваемые ножи то есть я с радостью могу сказать что до вектор это популярный нож но не единственный да потому что когда вот все приходили только за вектором я даже немножко напрягаться начал сейчас вот снова спрос распределился по ряду ножей которые вот причем как штурм да просто был остается популярным сити хантер так и новинки в линзе очень пользуются спросом честно говоря не может не радоваться такой ответ потому что действительно другие ножи от кизляп supreme тоже заслуживают внимание многие из них честно говоря даже мне очень нравится потому что действительно сделаны качественно сделано с душой и выглядят категорически брутально да есть такое дело что но и не только брутально есть вполне рабочие ножи которые не так брутально выглядит сколько просто гармонично выглядит очень удобно и в работе ну кстати про брутальное и мне есть что показать давай давай показать я просто ждал вопроса ты сказал что на живой вопрос вопрос и здесь задаю я я тут очень скромная персона и на тему брутального их есть у нас вингер это нож стингер его раньше люди видели в я чуть-чуть отойти чтобы в объекте влезло чтобы все видели что вот так виктор человек не очень большой но великий вот но вот эта вещь смотрится смотрится да смотрится аж слюни потекли да это очень-очень такой харизматичный складной кинжалоид вот он я очень надеюсь что в этом году мы его выпустим сейчас работа идет прям активно чтобы он вышел первым любили же время и складни все-таки выйдет гусар но дальше будет на очереди стингер любители колдов откладывайте деньги у меня не сильно задорого я пока не готов точную сумму назвать но я уверен что это будет намного доступнее чем колды вот это да да ну и на тему брутальных ребят у вектора есть продолжение это конкретный запрос откуда вы сами догадаетесь что нам нужно вот как вектор но еще покомпактнее чтобы это было удобнее на разгрузке размещать нас там все забито на разгрузках и сейчас в работе модель комбат то есть это база вектора но клиночек будет чуть более резучие покороче но те же 6 миллиметров по обуху я еще как вариант попробую хочу попробовать спустить от обуха может быть будет поинтереснее с точки зрения эксплуатации но вот такой нож блин красавчики на самом деле я такую ситуацию уже отчасти видел например работа в компании сарок и будучи в музее компании сарок которая тоже делала ножи для разных соответственно структур да было и такое что ножи например которые были сделаны для ребят широкоплечих два с лишним метра ростом просили исполнить для ребят которые метр шестьдесят плечистые быстрые и был нееносные как говорится вот именно в меньшем размере поэтому ситуация так сказать не нова но категорически приятно я могу сказать что размер ножа никак не связан с размером человека но визуально да у кого-то нож может смотреться как зубочистка у кого-то как тесак до один и тот же это скорее вопрос задач и размещение ножа на экипировке ну именно удобство долгие ошейки в первую очередь об этом идет речь то есть вектор это 160 миллиметров клинок здесь 130 миллиметров клинок или 120 сейчас мы вот на самом деле обе модели в проработке либо 120 либо 130 друзья мои как всегда я читаю ваши комментарии если вы напишите какое какая модель больше интересна вам я обязательно это прочитаю естественно в первую очередь нам будет диктовать свои свои задачи до его задачи но ваше мнение что у нас выйдет на гражданский рынок тоже учитывается естественно все стран все стран все стран будет конечно как и любая новая модель все стран будет вот это да честно говоря не ожидал такого количества новинок от вот этого так скромно убранного экземпляра честно говоря в восторге я могу сказать не только мы идем в гигантизм есть и вполне маленькие скромные ножи например штурм мини стали cpm 154 редкая сталь на российском рынке дефицитная да они есть тоже немножко осталось это такие коллекционные скажем наверное изделия потому что это очень редкая сталь на рынке и ну сколько-то их там штук 20 нарезана больше их особо не будет вот это да вот это да а вот такую штуку я бы даже честно говоря попросил бы на обзор если это возможно ну когда будет тогда будешь и будут первых и нас как говорится вот так потому что любители больших ножей на самом деле они всегда немножечко обделены потому что у нас моделей вообще в целом в россии до которые там в районе 150 не так уж и много скорее даже крайне мало 150 для складного ножа это предел от он диктуется продиктован законодательством вот и конжерлоиды у нас тоже так всегда под вопросом но на самом деле друзья я думаю что все таки это будет интересно выпустить такую штуку потому что определенный редкий нож до его уже кто-то сравнивает стилай там но я считаю что ну можно сказать что он такого стилетного типа но я бы даже круче чем я бы честно говоря с лузонному даже сравнил он нам да можно категорически приятная модель и я вижу насколько интересно она выполнена насколько насколько в целом интересная и насколько классно честно я кайфую с этого гринда именно посмотрите дорогие друзья чуть-чуть вот так вот наклоню чтобы вы видели как он блестит и гринд и и прям одно наслаждение главное теперь выпустить сейчас в частности за икц будет слово потому что сейчас он кинжалует да он вроде складной но он кинжалует и сейчас там большие вопросы получится ли ему в таком виде сертифицировать но мы пробуем мы стараемся вот это да вот это круто вот это конечно новинки вот это конечно классно честно говоря дорогие друзья сам не ожидал что столько новинок сколько крутейших штуковин мы здесь увидим на этом стенде но кизар supreme продолжает радовать и будем стараться друзья и кстати вот я тут до съемки подошел по поводу радовать да вот для наших зрителей тоже новость я тут чуть-чуть постарел и попросил от виктора промокод на чуть-чуть подольше для вас сделать который был в новосибирске еще на две недельки проблемы вот в честь дня рождения уважаемого человека вот так дорогие друзья все для вас все очень крутой компании соответственно промокод размещаю тут конкуренты крадут контент и посмотри дальше что творится все творится до вас откуда столь она вас немало господа вот так вот кстати уже не любила битва блогеров жили зубцов его из магазина нажимаем а остальные чуть-чуть разгружались парней мы не знаем а это вот саша штабный фотограф и оператор выставки клинок вот дорогие друзья возвращаясь возвращаясь к вопросу кизару supreme промокод оставляю в описании на дисплее тоже вот тут где-нибудь где тут мой палец где-нибудь тут размещу вот соответственно пользуйтесь приобретайте все для вас дорогие друзья всего самого острова всем пока